Мы родители предлагаем повнимательнее присмотреться к вашим детям, особенно если им 13 лет. Итак, у него или у неё появилась длинная чёлка, гардероб строится на сочетании чёрного и розового цветов. Он или она слушает странную музыку, которую точно не передают FM-радиостанции и музыкальные телеканалы. И ещё ваш ребёнок с друзьями часто собираются вместе, чтобы поплакать. Всё сходится? Просто он стал Эмма. Америка столкнулась с ними в 80-х, когда пышным цветом расцвела панк-культура. Ну а теперь Эмма и до нас добрались. Ольга Белова познакомилась с ними поближе. Эмо – это эмоциональные люди. То есть это близкого эмоции. То есть выражают свои эмоции. Не обязательно, то есть если тебе плохо, ты плачешь. Если тебе хорошо выражаешь эмоции. Отвержающие эмоции – это сплошные эмоции. От того, что слишком эмоциональные, чаще думают о смерти. Правда, плачут не дома в подушку, а там, где есть люди. Много людей. Движение Эмма вроде депрессии социума. Потому и попытки суицида обычно происходят у всех на глазах. В большинстве случаев, да, как раз показушные. Когда человеку 13-14 лет, и он думает, что если он порежет себе вены, напьется таблеток, выбросится с пятого, десятого этажа, и он будет замечательным человеком, и о нем кто-то вспомнит. Настоящая эмо может принять попытку суицида о какой-то любви. Прощение с самим собой – крайность. Так делают только те, кто считают себя истинными, или true эмо. Большинство же, так называемые позеры, просто подражают стилю. Ничто эмо позерское и Тюмени не чуждо. К настоящему разбивают свои сердца в сердце России. У нас город как-никак, но он немного отстал, чем, допустим, столица. Москва, Питер, да. У нас просто такой город. Большая часть людей, большая часть альтернативщиков эмо и так далее рвутся как бы в Питер, потому что там кипит жизнь, там клубы, там какие-то тусовки. Одеваются там же. В Тюмени специализированных магазинов для слишком эмоциональных нет. А если что-то попадается на глаза, долго на полках не остается. Эмо, как правило, дети обеспеченных родителей. Мы покупаем вещи готовые уже. Да. Ну, нам родители, нам достаточно денег, чтобы мы себе могли позволить что-то. Что-то такое розово-черное. Их мало, и они в тельняшках. Сочетание черного с белым, голубым и красным, как постоянная борьба позитива и негатива. Косые челки цвета сажи, много пирсинга и тоннелей. Все эмо одинаковые. Мальчики похожи на девочек, девочки на мальчиков. Потому и свободная любовь. Потому и он ее за кеду полюбил, она его за значки. Если ты любишь определенного человека, то значит, ты будешь верен ему и так далее, тому подобное. То есть, как бы, не важен пол этого человека. Почему ты не плачешь? Подходят. Много было случаев, ко мне подходили. На концертах часто бывает, что скинхеды, допустим, или просто, как бы, как можно сказать, ну, глупники, да, слышали. Просто берут и бьют тех, кто похож как-то на эмо. Иногда приходится прятаться по углам. Другие неформалы эмо не любят и гоняют. Эмо — это вообще, по-моему, направление музыки. А то, что вот это вот наряжаются, вот так они ходят, ну, блин, полугод и какие-то ходят. Это модно просто и все. Тем, кто считает себя сверхэмоциональными, иногда и тринадцати-то нет. Может, потому, в отличие от панков, металистов и тех же готов, как носители субкультуры эмо долго не живут. Мода быть не таким, как все уходит вместе с юношеским максимализмом. Ольга Белова, Леонид Элизаревич, Роман Чинахов. Телекомпания «Ладе». Ну, это как-то вселяет надежду. Ну, а мы перейдем к спорту. Сегодня высшая мини-футбольная российская лига в Тобольске и надежда областного волейбола. Субтитры создавал DimaTorzok